Всем привет, это Бостон. На тестовый сервер вышел новый огромный масштабный патч 1.5.38 с бафами, нерфами, изменениями в магазине фрагментов и новыми событиями. В конце не пропусти инфоблок, там куча новых скинов. Начнем с изменений в магазине фрагментов. Поехали! Редкие облики. Станут доступны Алдос Бездушный, Аргус Темный Дракон, Клинт Рок-н-Ролл, Карина Черная Жемчужина, Фрея Охотник на Драконов и Лейла Девочка-Зайчик. Они доступны станут Кая Каминари, Грок Ледяной Голем, Кимми Биологический Рубеж, Циклоп Спаситель Глубин, Алукарт Виконт и Валир Бледное Пламя. В магазине героев скоро станут доступны Вейл, Гвиневра, Валир, Фани и Чу. Они доступны станут Рафаэль, Иксборг, Франко, Эсмеральда, Клауд и Ли Сун-Син. Мне всегда казалось, что магазин фрагментов героя — это доступный способ приобрести нового персонажа, о котором ты так долго мечтал. Кстати, о новом. Я хотел бы немного поговорить о свежей мобильной игре Лол Wild Rift. Думаю, ты знаешь, что такое League of Legends и что она существует уже очень давно. Так вот, Wild Rift — абсолютно новая игра, идеально адаптированная для мобильного гейминга. Я не стану перечислять все достоинства этой игры, а лишь скажу, что, во-первых, в нее уже можно поиграть и на iOS, и на Android. С 10 декабря игра находится в открытом бета-тестировании, и все желающие могут ее попробовать. Матчи очень динамичные, и тебе точно не будет скучно. Сам проверял. Плюс ты можешь объединиться с друзьями, выбрать понравившегося чемпиона и устремиться к вершине. Во-вторых, в Лол Wild Rift можно играть абсолютно без каких-либо вливаний и быть на равных с остальными игроками. А это, как мне кажется, самое важное. Да-да, персонажи можно открывать просто играя в Wild Rift, а образы не дают никаких преимуществ в игре, только делают тебя стильным. В игре планируется частое обновление, множество событий, новые чемпионы и различные режимы игры. Скучно не будет. Ссылочку на скачивание я оставлю в описании под видео. Возвращаемся к патчу. Бесплатные пробные герои с 11 по 18 декабря. Виксана. Кусака. Заск. Иритель. Клауд. Мартис. Минситар. И Сесилиан. А для звездных участников дополнительно будут доступны Кадита. Кагура. Гататкача. Чонг. Бэйн. И Эстас. Новый скин на Бенедетту будет доступен 1 января для звездных участников. Эпик скин на Валира будет доступен в эпическом розыгрыше 5 января. Переходим к бафам и нерфам. Клинт. Мунтоны думали, что Клинт после ревампа станет значительно сильнее, поэтому они его усилили в начале и середине игры. Первый скилл. Базовый урон увеличен. Был 200-400, а станет 250-450. Затраты маны на него снижены. Было 80-105, а станет 60-85. Второй скилл также немного усилили. Снизили кулдаун. Был от 12 до 9,5 секунд, а станет от 10 до 8 секунд. Но теперь после поражения врагов кулдаун снижен только на 40% вместо 50, как было ранее. Бенедетта. После наблюдения Мунтоны пришли к выводу, что в начале и середине игры она слишком уж сильная, поэтому снизили урон с первого скилла. Урон от тени был 300-500, а станет 200-400. Рассекающий урон также снижен. Был 180-300, а станет 100-220. Хоть в какую-то компенсацию увеличили скорость каста первого скилла. Второй скил. Теперь если Бенедетта отразит любой урон, то она получит полный заряд пассивки. А пассивку, кстати, тоже нерфит. Урон от улучшенной базовой атаки снижен. Был 100-230% от физической атаки, а станет 50-200% от физической атаки. Урон к репам и миньонам от пассивки увеличен на 10%. Был 30, а станет 40. В итоге у Бенедетта очень сильно снизится урон, но при этом она будет кастоваться чуть быстрее. Бартс. После бафа пассивки в прошлом патче, его решили немного подкорректировать и снизили ему максимальное хп. Было 2709, а станет 2559. Рост хп с уровнем также снижен. Был 249, а станет 229. Но в принципе это снижение не так критично. А что более критично, так это снижение кулдауна ультимейта. Был от 42 до 30 секунд, а станет от 50 до 40 секунд. Люнокс. Первый скилл. Базовый урон от хаоса снижен. Был 240-340, а станет 200-300. Бонус магической силы немного увеличен. Был 120, а станет 130. Но это увеличение вряд ли компенсирует уменьшение базового урона. Кроме этого, снижен урон, наносимый в зависимости от хп врага. Было от 2 до 4,5%, а станет от 1,5 до 3,5%. Зато теперь он работает на крипов и миньонов. Но этого показалось мало. Ультимейт хаоса также понерфили. Кулдаун увеличен. Был от 18 до 14 секунд, а станет от 25 до 15 секунд. Кусака. У Кусаки и так слишком много урона, поэтому большие щиты, по мнению мунтонов, ему не нужны. Второй скилл. Щит уменьшен. Был 600-1000, а станет 350-800. Но увеличен щит, зависящий от бонуса физической атаки. Был 100%, а станет 140. Этот нерв особо сильно уменьшит щиты Кусаки в начале игры. Алиса. Мунтоном кажется, что Алиса стала слишком сильной в последнее время, и поэтому у ультимейта уменьшают базовый урон. Был 140-180, а станет 120-160. Хп-регент также снижен. Был 70-80, а станет 60-80. Но зато снизили затраты маны на втором и третьем уровне. Было 50-100, а станет 50-90. Линк. Нерфа в прошлом патче мунтоном показалось недостаточно. На первом скилле увеличили затраты энергии. Было от 35 до 25, а станет 35 на всех уровнях. Эстас. Хоть для кого-то хорошие новости. Первый скилл теперь еще и увеличивает скорость передвижения на 15%. Хильда. Пассивка теперь дает только 15% щита, когда Хильда заходит в кусты, вместо 20%, как было ранее. Харит. Второй скилл. Уменьшены щиты. Было 150-350, а станет 150-300. Кроме этого, уменьшены щиты, зависящие от магической силы Харита. Было 150, а станет 120. Селена. Первый скилл форма демона. Дополнительный урон от базовой атаки снижен. Был 300-400, а станет 200-350. Но увеличивает урон, зависящий от магической силы. Было 110%, а станет 130. Фаша. Кулдаун ультимейта увеличен. Был от 28 до 22 секунд, а станет от 36 до 28 секунд. По бафу и нерфам все. А теперь изменения на поле боя. Когда щит на внешней башне активен, урон, наносимый союзным с этой башней героем, будет снижен на 10%, если они находятся в радиусе атаки этой башни. И снова корректирует лес. Бафы теперь будут появляться на 25 секунде вместо 30. Черепаха теперь будет появляться чаще. Каждые 2 минуты. До этого резк черепахи был каждые 3 минуты. Соответственно, увеличено количество черепах за матч. Теперь их будет 4 вместо 3. В небольшую компенсацию черепахи усилили физическую и магическую защиту. Также будут изменения в подборе рангового режима в начале сезона. Теперь подбор будет действовать таким образом, что будет учитываться максимально достигнутый ранг, а не текущий. Но это будет действовать только в начале сезона. И игроки смогут либо активировать, либо отключить эту опцию по своему желанию. Появился новый тип скинов. Коллекционер. К этим скинам будут относиться облики, полученные в эпическом розыгрыше, начиная с Баданга. На этом по патчу все, но впереди еще и инфоблог. Награды в ивенте Ностальгия. Предварительно он начнется 19 декабря. Эти скины можно будет получить бесплатно, выполняя различные задания. Изображение скинов на Госсона, Сабера. И Хуфру. Концепты нового скина на Эйдору. Новые эмоции и рамка Аватара. Новые анимации скинов. Гвеневра. Зе Лонг. Фанни. 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 Вейл. Вейл. И Чу. На чё анимация ещё до конца не доделана. Завтра в сообществе объявлю победителей в конкурсах на скины. Кстати, ты ещё можешь успеть в них поучаствовать. Ссылки на них будут в конце этого видео. А ещё залетай на мой стрим по Киберпанку. Всем спасибо за просмотр, удачи и пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!